Мне уже страшно. Я уже не понимаю, что это за игра и что от меня хотят. Что вам всем нужно? Уйдите, иначе вы познаете гнев дитя Асгарда. Видимо, они не хотят познавать гнев. Это, кстати, игра называется Kids. Но, видимо, вот эти вот белые существа-супостаты, это дети, наверное. Наверное, я не знаю. Учитывая, что авторы подобных игр делали уже, помнишь, нам надо было, короче, розеточкой вставляться друг к дружку. Как бы это вульгарно сейчас не звучало, но игра называлась, по-моему, Plug and Play. А это второе их детище, и сейчас надо бы обозреть его. И моя демоническая сущность говорит о том, что это действительно должно быть интересно. Поэтому давай посмотрим, что мы можем делать. Не надо прыгать. Это, знаешь, напоминает мне, типа, я прыгну, и все остальные прыгнут. Ну ладно, надо ли нам это делать, я не знаю. Но там, короче, представь, ты стоишь как в спарте. То есть тебя сейчас будут бить, ты будешь падать туда вниз. С криками спарта. А надо ли это делать, я не знаю, но они все падают. И как так называемый стадный рефлекс у нас работает просто отменно. Ладно, а что я могу? Я могу просто всех туда сбросить. В огромную черную непонятную яму. В общем, такие вот абстрактные, неясные, непонятные игрушки. Очень странные. Странные игры. Обычно мы этот эффект используем, когда играем в страшное что-то. Ну, чтобы придать загадочности. Привет. Привет, человечек. Куда ты падаешь? Не нужно падать. Наша жизнь устроена так, что мы должны подниматься. Мы должны, наоборот, стремиться вверх. Зачем тебе падать? Не падай. Не нужно. Эй, ты тоже стой. И ты стой. И ты. Я тебя тоже поймаю. Это называется, когда ты хочешь всем помочь, а в итоге делаешь хуже, наоборот, еще больше. В общем, каждый из вас сможет как-то по-своему эту игру воспринять. Хорошо или плохо. Не падайте. Вы нужны нам. Нет. Не падай. Держись до последнего. Типа мотивирующая такая вот тема. Но кто-то все-таки упал. Значит, игра подразумевает, видимо, что это дети. Но мне кажется, что здесь какая-то хитроумная схема, какая-нибудь хитроумное хитросплетение. Вставай, давай. К нему подходит еще. И начинается диалог, типа. Привет. Знаешь, как для диалога мы сделаем? Вот так. Привет. Здравствуй. Ни хрена себе ты че, парагузил? Здравствуй. Детки. Вот тебе и дети. Один подошел к другому. Че-то тот загрелся. Нам сюда. И они куда-то побежали. Опять снова к яме. То есть, мало того, что нас ударили. Я даже не знаю, за кого мы играем. Кто здесь главный, кто не главный, непонятно. И он говорит, иди сюда. Упади, сделай, как я. Не-не-не-не. Нет, давай пойдем лучше туда. А-а-а. Ага. Они, типа, прибежали играться. И теперь их здесь больше значительно. А можно уйти? Нет. Один решил не падать. Боже, неужели ты умный? Неужели у тебя немножечко больше мозгов, чем у других? Я ошибся. Это интересно. Я надеюсь, это не 18+. Иначе... Тебе хобздец, мать твою. Надеюсь, что нет. Смотри, можно вот так вот. Ту-ду-ду-ду. Ту-ду-ду. А это не то, о чем я подумал, да? То есть, мы не декольте расстегиваем. Это просто... Это просто что-то неп... Непонятное. Нет. Это если... Если это декольте, то это явно бляха ты, муха. Это похоже на какую-нибудь кишку, по которой мы идем. Наш жизненный цикл. Понимаешь? От начала и до конца. Похоже, как в мультиках изображали там желудок и прочее. Смое... Бум-бум-бум-бум. Воку-воку. Отлично. Полетели. Мы упали в эту дыру. А это уже действительно напоминает путешествие внутри человека. Между прочим, на канале были игры. Я обозревал, была игра, где мы играли за что-то, находящееся в организме человека. Я помню, там желудочный сок был. Там что-то от кислоты и желудочного сока там расплавилось. Нам нужно было ходить там, сердце проверять, еще что-то. А эта игра была у нас в рубрике, по-моему, необычных игр. Давай, братишка, все получится. Давай, 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 давай. Понять бы суть. Понять бы, что хотели донести до нас авторы этой игры. Вот это было бы классно. Вот это, я понимаю, было бы nice. Но, наверное, если это желудок, то это типа сфинктер. И мы сейчас будем высораны. Как бы это странно ни звучало, но, наверное, это типа конец. Здесь ты типа выходишь. О-о-о-о-о-о. Что, мать твою, происходит, а? Выходим. Ммм, типа. О, боже, я вижу белый свет. Вылезай, братан. Хоп. Упал, и все нормально. Все, упал точно так же, как упал, и все остальные. Можно, конечно, было сказать, что это было рождение, но мы с вами понимаем, да, судя по тому, что было показано, яма – это огромный желудок. То есть, как бы, судя по строению вот этих так называемых тоннелей внутри, что мы делаем дальше? Нужно, чтобы каждый из них встал, и их жизненный цикл начался, видимо, заново. Но все разбежались. Суть ребенка, да, показана хаотично. То есть, каждый куда-то побежал, что-то ему интересно, что-то надо сделать. А, чего опять падает сюда? Так, один убежал, второй. Э, в смысле? Парни, вас что-то много. Люблю упор от игры. Всегда любил. Еще с 12-го года, когда мы начали это дело обозревать, это было прям просто кайф. Просто поле непаханное кладези подобных вещей, понимаешь? Все, вставай давай, хуй ты лежишь-то? Да, вот. И что? И так можно до бесконечности нажимать. Они будут падать долго, долго, долго. Все, каждый разбежался куда надо. И опять мы видим с вами начало. То есть, они обратно прибегают. Нифига. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Парни, спокойно, спокойно. Что-то вас реально много стало. Они мне напоминают сейчас муравьев, которые нашли какую-то капельку чего-то сладкого. Знаешь, там что-то упало сладкое на землю. И муравьи его окружили, эту капельку. И начинают ее как-то там есть, как-то что-то с ней короче делать. Так. И что мы будем делать? Надо выбрать кого-то из толпы, кто готов был бы упасть туда. Типа, выбери правильную дырку, чтобы не сдохнуть. Если идти сейчас современными трендами, что очень популярно стало вот эти вот все бредовые рубрики. Вот, давай тоже немножечко хайпанем. Вот, я выбираю тебя. Я нажал на него, на него нажал, а его спихнули. Японский городовой. Ты смотри, что происходит. Короче, всех чуваков можно вот так вот по кругу повилять, они снова все упадут. А, здесь уже интересно. В отличие от самого начала игры, когда их было только двое, один говорил, типа, привет, идем сюда, а второй говорит, привет, идем туда. Я могу нажать на... сюда. Договорились. Мы забыли сделать вот так вот. Договорились мы с тобой. Нет, нам сюда. Туда. Нет, сюда, сюда, сюда. Туда. Неопределенность ребенка, желание познать, наверное, все сразу, понимаешь? То есть, ребенок вот увидел, например, качелю, да, хочу на качелю, увидел, то это напоминает, по-моему, было, это не анекдот даже, а типа, когда маленький мальчик у папы все время спрашивал, типа, точнее, папа, по-моему, у ребенка спрашивал, какое время года ты любишь больше всего? И зимой ребенок очень говорил, что он любит зиму, потому что на санках можно кататься. Летом он папе говорил, что ему очень нравится на море там ходить, потому что там водичка теплая, загорать там туда-сюда. Там осенью, например, листья желтые, это тоже. И таким образом он никак не мог сказать отцу, какая же пора года ему нравится больше. Вот это вот неопределенность. Нам нравится все. Вот тут примерно то же самое. Этот хочет туда, этот хочет туда, этот нашел там что-то интересное. Видишь, и ты не понимаешь, куда тебе надо. Вот куда, Милан? А, может, надо... В смысле? Во, отлично. Так, смотри, с этими мы договорились. Все, все чуваки показывают в одну сторону. Мы снова подбегаем. Какой-то черной дыре. Всем очень интересно, что там, но они решили, что надо стать как-то в рядочек, да, в три рядка. Хоп. Хаблык, падай давай. Так, они падают. А за ними... А, эти упали, потом остальные увидели и решили повторить, что типа, блин, а мы типа что хуже? Давай тоже так сделаем. Давай тоже возьмем и упадем, короче, туда. Поговорка про то, что типа, если все будут прыгать, и ты прыгнешь, и так далее, и тому подобное. Что-то, по-моему, их дофига здесь, тебе не кажется? А, можно, чтобы они обижали. Нифига! И что, типа, мы спасаем жизни таким образом? Я не знаю, наверное, да? Но стилистика здесь кайфовая. Что ни говори, но стилистика... В игре прям топ. Что-то, по-моему, она какая-то громкая, нет? Так, чуть погромче сделаем. Во! Надо как-то вам пересечься, наверное. Смотри, эти могут туда. Эти могут сюда. Я типа нажимаю мышкой, и они, как бы, знаешь, появляется невидимый барьер. Невидимая стена, которая позволяет им нормально действовать. Что-то как-то стрёмно всё. Так, а эти давай перебежчики туда. Белый перебежчик-человечек. Ну, типа, как бы дети. Опять же. Может, надо понять детскую психологию. Есть же детские психологи и так далее и тому подобное. А сейчас, во времена буллинга, во времена, когда дети стали жёстче, дети стали более озлобленными, это правда. Я думаю, со мной вряд ли кто-то будет спорить в этом плане, что поменялось в этом плане поколение. То детские психологи очень хорошая тема и профессия. Поэтому имейте в виду, кто там учится на психолога, идите. Думаю, что без хлеба вы явно не останетесь. Что нам надо здесь делать? Что вы от меня хотите? Что вам нужно, детишки, от меня? Даже демоническая сущность внутри меня негодует, понимаешь? Не понимает. То есть надо, чтобы все перебежали в одну сторону, да? Во, вот так, наверное. Точно. Точно, точно. Мы ставим здесь. Мы ставим преграду. И все побежали в эту сторону. То есть нужно было два потока слить воедино. Таким образом, мы получаем с вами ещё один какой-то когнитивный резонанс. И я не знаю, что мне делать дальше с ними. И, ой, блин, я всегда удивлялся, наверное, врачам, не врачам, а учителям, которым нужно было находить общий язык с учениками. Ну, в моё время это было проще. Да, мы тоже бесаёбили, мы тоже делали всякую дичь. Но не так, наверное, как сейчас делают. И сейчас мне реально жаль учителей. Так, что здесь у нас? Это уже какие-то как звёзды. Полетели, полетели. Я маленькая рыбка. О, что это? Чё-то напомнило, типа, как мы как будто за маленького сперматозоида, который к матке летит. Что-то такое. Но вряд ли эта игра будет показывать нам вот эти процессы зачатия и прочее. Это нужно, чтобы либо родители, либо урок биологии, либо очень топовая биологичка всё вам рассказала. Ох ты, нифига себе. Эй, слышь? Малыш, что это произойдёт? Я могу тебе проткнуться, нифига. И теперь они будут с двух этих, смотри, туда я плыть. В игре, где происходит какая-то дичь, ты должен ещё умудряться что-то здесь рассказать. Вообще они похожи на американские прищепки. Кто когда-нибудь видел такие американские в мультиках, в фильмах прищепки такие белые? И это у нас бывают разноцветные, деревянные, там ещё какие-то. А у них вот такие вот. О, тихо, тут это. Пробки образовали, смотри. Человеческая пробка. Так, давайте, парни, давайте. Протискиваемся. Либо это, знаешь, какой-нибудь аквапарк в самый пик сезона, в самый разгар аквапарчище. Кто был в аквапарках, тот знает, да, что там бывает надо в очереди постоять, чтобы где-то скатиться, прокатиться. И примерно такая же хорма здесь. Я, когда, помню, был в аквапарке, ещё когда был мелкий, всегда боялся, что там где-то... Это ещё, знаешь, такой страх, когда ты на горочках катаешься, обычных маленьких, что там могут быть эти заусенцы, могут быть какие-нибудь стыки между этими... Как оно, Господи, называется? Между самими горками, что ты можешь пораниться. Типа на большой скорости ты скатываешься, и тебя нахер рассечёт. По-моему, это показывали в каком-то фильме ужасов. Такая тема была. Ты понимаешь, что это большая скорость, ты едешь по горочке, и тебя рассекает нахер. Там спину можно поцарапать, ноги и так далее. Итого, пока я тут что-то пытался рассказать... Растрясём тебя. Ты явно будешь гением, братан. Твои мозги будут... Ох, оп, оп, оп. Как связка ключей, знаешь, как раньше ходили. Либо с чётками, чёткие пацаны, либо с связочкой ключей такой. А, ходишь такой. Модно. Бум-бум-бум-бум-бум. Отобьём тебе мозги, чтобы ты всякую фигню на Ютубе не смотрел, мать твою. Всё. Вот так вот. Я больше не буду смотреть всякую фигню на Ютубе. Только Олежку, только Брейн, только хардкор. Вот, молочага, вот это мне нравится. Такой подход меня устраивает. И к нему сразу подбежали другие чуваки. Заметь, чёрной дыры уже нет. И эти чуваки, это мы с вами, видишь? Это всё наша большая брейновская семья. То есть один образумился, и все начали тянуться к умному, образованному человеку, который понимает, что делать. А вот сейчас вопрос. Где он здесь? Где? Я его уже не найду. И это, блин, печально. Хлопаем, пацаны, хлопаем. Давайте. Опа. Хлопок заподписан. Хлопочек. То есть надо, чтобы все хлопнули? Я тоже могу похлопать. Хули. Я же не отличаюсь от них, правильно? Так, хлопайте, парни, хлопайте. А вот, волной смотрю. Опа, как на футболе практически. Ох ты ж, нифига ж себе. Так, надо как-то все, чтобы подняли руки. Чтобы каждый не остался в обиде. Вот, по-моему, все. Давайте, парни, раз, два, три. Молодцы, вот это хорошо. Меня немножко стремает, что теперь, когда чувак наш образумился, все у него показывают пальцем. Типа, да, ты чё? Ты чё творишь там этого? Как это ты не следуешь тренду? Ты не смотришь, чей шмот дороже? Ты не смотришь, кто там где дольше, в каком ящике пролежит? Ты чё, должен отличаться от нас? Мы такое. Не потерпим. Ну, блядь, ты изгой тогда, получается. Я не буду этого делать. Чувак идёт, видишь, против системы. Наконец-то, нестадное мышление. Наконец-то он пытается думать о чём-то своём, и от других это не устраивает. Потому что ты являешься уже белой вороной в этом обществе. Даже несмотря на то, что твои вкусы правильные могут быть, и ты делаешь всё правильно. Я не буду этого делать. Делай это ты. Во. Всё. То есть он переубедил всех остальных? Мне просто интересно, на кого? А каждый спихивает, короче... Никто не хочет из детей нести ответственность, каждый спихивает друг на дружку. Нет, ты, нет, ты, 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 нет, 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 и начинается кавардак такой. Да, он сказал да. Подожди так, стоп. О, во. Ладно. То есть на кого-то мы, короче, спихнули ответственность. Опять же, то, что я говорю, это близко к сердцу, не воспринимаете, это всего лишь, всего лишь, как бы сказал бы наш закадровый разум, это всего лишь слова, а ты всего лишь частичка в этих словах. И все. И вот так вот у нас получается что-то, не пойми что. Умение говорить тогда, когда говорить не нужно, это тоже надо уметь делать. Великие фразы. Значит, мы плывем. Мы плывем по небу, неизвестно куда, неизвестно зачем. Но на этом игра не заканчивается. На этом у нас игра не заканчивалась. Какая-то глубокая подоплека, какой-то глубокий смысл определенно здесь есть. Так что каждый может написать свое восприятие. То есть я понимаю, что сейчас кто-то полезет. Знаешь, как обычно делают? Я это сказал. Кто-то полез, например, почитал описание этой игры, или почитал, что там сами разрабы сказали. И с умным видом он сказал, типа, Олег, ты всякую херь какую-то плел. Тут имелось в виду это, это, это. И все. То есть человек не свою мысль взял, а взял то, что кто-то там написал или сказал. А вот куда нам плыть дальше, это уже вопрос другой. Может, тебе надо как-то вообще наверх? Почему мы должны плыть вниз? Опа, опа, чувачки, смотри, наши братишки такие же, какие мы. Одинаковые абсолютно. Только они, как видишь, плывут по течению, а нам, чтобы что-то предпринимать, плыть по течению, нам нужно делать какое-то усилие. В этом тоже есть, наверное, смысл, да? Все плывут как один, то есть у всех обычно все. А ты можешь взять и херак расплыться в другую сторону, против всех. Например, наверх. И мне кажется, так и надо. Эта игра и пытается тебе показать, что ты не должен как стадо быть. Ты должен быть индивидуальным, ты должен выделяться, и тебе надо плыть против всех. Они себе идут, вот у них жизнь идет, знаешь, там, как вот, допустим, там, родился, учеба, универ, работа, дом и так по кругу циклично. И ничего нового. Здесь тебе показали, что ты можешь, если захочешь. Только нужно захотеть. Главное – желание. А вот что ты делаешь сейчас, я не знаю. У меня был автотюн, но я не помню, как его включать. Нет, это хорошо, конечно. А, нет, подожди. Вот так, наверное. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Пойте, парни, пойте, парни. Это немножко странно, на самом деле. То есть они сгруппировались, и они поют кучками. О, смотри, с каждой новой нотой появляется все больше и больше. Что-то какая-то вакхонейшн, по-моему, нет? Вот еще один тут. Вот эти вот, сейчас они перегруппируются. Пойте, пойте, ребята. Шикарно. И что, еще раз надо так сделать? Нужно же всех собрать. Понимаешь, это не самая простая в мире задача. Все, все собраны? Чудненько. И мы снова в воде. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Как в каком-то фильме ужасов. Типа анаконды или пираньи. Пираньи. Поплыли, поплыли. Но опять мы плывем вниз. И снова... А может, мне не надо сюда? Слушай, а если реально туда не заплывать? А если просто взять и улететь? Типа пойти против системы? Наверное, вряд ли получится. Смотри, чуваки соображают. Что-то получ... О, надо всех направить. То есть, я должен каждого взять. Каждый, чтобы туда залетел. Смотри, раз. Ииии, последний. Это уже было. Эти пищеводы, кишечки, желудки мы уже с вами видели. Я думал, игра нам что-то уникальное. Это похоже... Уп, уп, проходит лечь. Еда по пищеводу. Давай. Заходи, родная. Заходи. Не стесняйся. Давайте, парни. Все получится. Только мы сейчас управляем уже определенной группкой. Кто-то может пойти поплыть сюда, сюда и сюда. То есть, наверное, типа намек на то, что у каждого в жизни какой-то свой путь. Один пошел сюда. Второй пошел сюда. Например. А третий решил, что мне надо что-то в жизни менять, и я пойду вот тут. Но они-то с этим встретятся в итоге. Как ни крати. Вот. Вот так вот. Давай сюда. Давай, братишка, все. Прошли отлично. А тебя куда? А ты сам решай, куда ты хочешь. А он не может сам решить, понимаешь? Потому что он маленький. И снова мы возвращаемся к тому, что игра про ребенка. То есть, как мы его направим? Этот курсор мыши, это типа родители. А родители направляют до какого-то момента свое чадо в жизни. А там уже чадо решает дальше. Это типа язык, что... А, это голова. Похоже, как на язычок. Такое... Ладно. Опа. О, Господи. Что с ним такое? Что этот человек себе позволяет? Он какой-то не такой. Вставай, давай. Я пришел вам рассказать. Что ты нам пришел рассказать? А я не знаю, что ты хочешь рассказать. О, у него все боятся. Смотри какой. Может, у него изо рта воняет? Нифига. У-у-у, побежали, побежали, побежали. Вот там что-то есть. Смотри. Бегом, 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 бегом. Кто-то за нами бежит. Есть какая-то, видимо, группа единомышленников. А кто-то, наоборот, убегает. И это, блин, печалька. А если я к вам развернусь? Они начинают обратно бежать. Что тебе делать надо, бро? Бегом, 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 бегом. Напоминает немножко Черную Пятницу. Что ты можешь делать? Я пока не очень понимаю, что от меня требуется, но мы типа просто бежим. То есть как бы... Бежим, бежим, бежим. К чему это, я не знаю. О, мы куда-то вышли. Вышли, смотри. Опа. Они не решили за нами бежать. А мы прибежали, видимо, в одиночестве, да, здесь? Ты хочешь снова туда прыгнуть? Может, не надо? Братишка, правильно. Сядь и ляг. Лучше приляг. Посмотри на звезды. И как бело с песней. Видишь ты это все в последний раз? А, я его могу смотреть. У-у-у-у. Я не хочу, я не буду. Типа он сопротивляется. Не хочу, не надо, не нужно. Прикинь, если это дыра, это типа взрослая жизнь. А это все белое, это типа такая, знаешь, как бы жизнь ребенка. Вот это вот детство, юношество. А это взрослая жизнь, черная, с проблемами. Но мне придется тебя туда бросить, братан, прости. Но он такой, знаешь, сразу. Не-е-е. И упал, и все. А тут его уже ждут такие же ребята так снова делаем волну пацаны волна мы знаем как это делать волна это наше все давайте раз два три лайк броняхи поставь давай отлично топово это называется фанатская топовая волна топовый хлопочек и чё а здесь тоже надо ну давай сделаем тоже лучше получается по-моему что-то выходит в обратку пошли вроде бы что то есть еще волну надо сделать вы издеваетесь что ли так собираем мышкой всех это как будто ты закрашиваешь лист бумаги чем-то ну такой же эффект получается надо всех мышкой выделить быстро она выделяется локально так и тут никого нет здесь тупо короче белые как бы этом области все это матрица уже давно говорили что мы живем как будто какой-то матриц и все это нахрен нереально мира нет все это было же ты думаешь нам направо надо смотри все согласились а почему в одном туда вот и мы опять вернулись сюда может здесь уже были чуваки спокойно что-то вас вас реально до хрена просто какая осмысленная игра да тут реально можно прям порассуждать игра рассуждение это всегда круто это всегда офигенно классно давайте челики бегите бегите вся жизнь у вас впереди не тратьте время живем один раз и надо жить в свое удовольствие это самый важный такой девиз давай 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 помчались помчались ребята 4 реально очень много прям очень много всех так трогаем все вот и все я даже не знаю сколько их наверно найдется человек который смог бы посчитать сколько же здесь было персонажей вообще дичь что так стрёмно прекрасно просто изумительно по-моему мы вернулись самое начало мы прибежали с тобой самое начало этой яме в эту яму сейчас будут падать все очень быстро в это 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 в взрослая жизнь ждет тебя мой друг выпады пады пады поды и падёшь хорошо задашь экзамены и а лето проведешь это прекрасно давай падай все разы активно падает стольюсь вова только по моему дырка все меньше и меньше давайте ребзя давайте активно там очень интересно Или нет? Надеюсь, что да Мы же там были, мы уже там неоднократно были Смотрели, что там происходит Видишь, они при том сами и там, и там валятся И то... Во! Во, пошла, пошла, родная Боже, как же это странно выглядит Получается? Получается Но, по-моему, их прибывает все больше и больше А я не успеваю так быстро расправляться с таким потоком народа Офигеть Вопрос только в том, откуда их столько взялось Их же было реально меньше По-моему, еще бегут, нет? Судя по звуку, по-моему, прибывает еще больше Падаем, парни, падаем Очень такая, знаешь, залипательная игра Игра из-за разряда залипалок Вот Наше колечко сужается, как бы это двусмысленно не звучало сейчас Но это действительно так Смотри, народа все меньше и меньше Во Давай, родная, давай, прыгай Вот, все, все Все отлично Все прекрасно Все чудесно Почти все упали И самое главное, что эта игра не глючит Не тормозит, это прекрасно На этом, видимо, конец Скорее всего, кидс И тут уже ты можешь трактовать, как тебе хочется Как ты ее воспринял Как ты ее понимаешь Как вы ее видите Это уже есть смысл написать в комментах Ну а мы будем с вами прощаться Я надеюсь, вам понравилось Необычные игры у нас возвращаются Я думаю, что их дальше будет еще больше Так что подписывайтесь Удачных вам каникул Хорошо сдать экзамены С вами был Брэйн Все хорошего Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok